Аркам ТВ представляет. Вес наших деяний или облачное хранилище Аллаха. Сегодня, покупая фрукты, мы взвешиваем их в граммах и килограммах. Интернет покупаем в мегабайтах и гигабайтах. Так же, как и память в телефонах, мы измеряем в гигабайтах. Но только Аллах знает, какую меру веса Он будет использовать в судный день. У Него есть свой метод взвешивания. В юности мы часто размышляли над тем, как Аллах будет взвешивать наши деяния. Когда мы слышали о благородных писцах, то задумывались. Я, к примеру, родился в 1395 году по хиджи. И как может быть записано все, что происходило с того дня вплоть до сегодняшнего дня? Однако, с течением времени мы осознали, что для хранения терабайта данных много пространства не требуется. Например, у нас есть библиотеки, насчитывающие более 20 тысяч книг, которые умещаются на крошечных устройствах. Не думаете ли вы, что в будущем эти технологии будут еще более совершенными? В наше время уже есть такой инструмент, как интернет-облако. У вас нет его физически. Но вы можете хранить там данные и в любое время загружать их снова. Не думали ли вы, что все может быть также загружено в некое подобие облака Аллаха? Каждое фото, сохраненное у вас на телефоне, может быть загружено. Загружено куда? На облако. Не задумались ли вы, что все, что вы видели, все, что вы слышали, о чем бы вы ни говорили, все ваши сделки, все это уже было загружено на облако Аллаха? Поэтому в суре Аль-Анбия Аллах говорит, в день воскресения мы установим справедливые весы. Для справедливого суда, кто был прав, кто не прав, что вы сделали правильно, а в чем ошиблись, что вы делали, а чего не делали. Аллах знает обо всем, в чем вас обвиняли и что произошло на самом деле. Аллах говорит, «И ни с кем не поступят несправедливо». И в другом месте Он говорит, «Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, мы принесем его, довольно того, что мы ведем счет». Даже если это ничтожно малая, незаметная вещь, Аллах говорит, что Он принесет ее. Знаете почему? Порой мы не знаем вес того, что сказали или сделали. К примеру, прочитанные два ракята молитвы могут весить очень мало на чаши весов из-за неправильного намерения или размышлениях о мирском во время их совершения. Однако молитвы, совершенные искренне ради Аллаха, с соответствующей концентрацией, являются основанием для большей награды. Давайте назовем награды салабайтами. К примеру, если вы правильно совершите два ракята молитвы, то получите десять тысяч салабайтов. Однако сколько из нас имеет стопроцентную концентрацию во время молитвы? Никто, даже имам. Тем не менее, мы стараемся изо всех сил и надеемся на милость Аллаха. Поэтому после каждого совершенного деяния мы должны говорить, «О Аллах, я старался, прими, пожалуйста, мои дела». «О Аллах, я старался, прими, пожалуйста, мои дела». Господь наш, прими от нас. Воистину Ты слышащий и знающий. Суть в том, что мы не знаем меру. Иногда, когда мы сделали проступок, мы считаем, что он легкий и незначительный. Но он может оказаться тяжелым грехом перед Аллахом. К примеру, когда вы обвиняете кого-то в том, чего он на самом деле не совершал. Аллах по этому поводу говорит суре «Аннур». Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен. Хотя перед Аллахом это великий грех. Из этого следует то, что вес наших деяний известен только Аллаху, субханаху ата'аля. Поэтому нам следует постоянно просить у Него, субханаху ата'аля, прощения. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok